Привет друзья баскетболисты и сникер хеды меня зовут Дима и это канал о баскетбольных кроссовках. Продолжу серию бесполезных но познавательных для вас обзоров рассказом о Nike Kobi 9 Elite. Бесполезным потому что вряд ли кто-то из вас купит эти кроссовки по текущим ценникам на них для того чтобы играть в них баскетбол. Например на мой размер на площадке год ценник начинается с 500 с лишним долларов. Да и для лайфстайла подобный странненький высокий силуэт вряд ли подойдет. Но давайте все же я расскажу вам об этих кроссовках в которых есть свои приколюхи. Коробку показывать вам я не буду так как смог достать шузы без нее, но зато в состоянии новых. Нижняя часть корпуса представляет собой цельный кусок плетеного флайнита. Понизу в задней части идут резинопластиковые накладки с клыками карбона. Верхняя часть корпуса также представлена плетеным флайнитом и усилена накладкой с имитацией змеиной кожи. Вообще же создавая эти кроссовки мне кажется дизайнеры особо не напрягались. Да подобный подход свойственен всей линейке Nike Kobi. Но тут же я даже не знаю о каких дизайнерских решениях вам можно рассказать. Конечно же главной чертой девятых лидок является их высота и у многих она вызывает недоумение. Я даже устал считать сколько раз я слышал вопрос а удобно ли играть в столь высоких кроссовках. Об этом я расскажу позже. Но вернемся к дизайну. На шузах очень мало логотипов. Это золотые свуши с двух сторон, лого Kobi и роспись на язычке. Причем это лого, точнее краска с него обдирается просто моментально. Изначально оно было тоже золотистого цвета, но буквально за одну тренировку вся краска была стерта шнурками, которой елозили по лого. На пятке внизу маленький логотипчик Kobi, над ним 9 красных черточек в честь того что это девятые номерные, ну и выше надпись которая обозначает Kobi Brian 9 и под пяткой еще один логотип Kobi. То есть если бы не этот логотип который не всегда видно, то не знающие люди вряд ли признают в этих кроссовках шузы из серии Nike Kobi. Я имею ввиду тех кто не особо следил за кроссовками этой серии, так с виду какие-то странненькие найковские шузы. Внутри все так же скучно, достаточно приятная выстилка, язычок прикреплен резинкой, набивка только в районе пятки и прям тонюсенький ее слой в верхней части язычка и верхней части корпуса. Обувать кроссовки легко, но нужно расслабить верхние 4-5 петель, иначе ногу не просунуть. Первые 6 петель выполнены с технологией Flywire. Это динамические петли уходящие вглубь кроссовка и более плотно притягивающие корпус к ноге. Верхние 3 петли обычные. Шнуровать девятки легко, а плоские шнурки не давят через тонкий язычок. Поговорим о фите и думаю ни у кого нет сомнений, что благодаря такой высоте нога зафиксирована шикарно. Также огромное количество рядов шнуровки, а тут их аж 9, дают возможность зашнуровать кроссовки прям очень плотно. Вот эти петли с нитями Flywire шикарно притягивают корпус к стопе. Пятка как в тисках в пяточном стакане, который усилен накладками из карбона. Они находятся с двух сторон. Благодаря верхним петлям вообще исключается какая-либо подвижность стопы внутри кроссовка. И сейчас не путайте подвижность голеностопного сустава, я имею ввиду именно подвижность стопы внутри кроссовка. То есть постельки, нога у вас не елозит, от пятки не отрывается, не ездит ни вперед-назад, ни вправо-влево. И давайте сразу же затронем тему высоты. Это голенище конечно же вводит в заблуждение, но по факту оно ощущается как очень плотный и мягкий носок. В нем нет каких-либо ригидных структур, оно достаточно мягкое и его можно вот так вот скрутить, сжать, что угодно с ним сделать. У многих при виде этой модели создается впечатление, что эти кроссовки намертво сковывают голеностоп и препятствуют вообще какой-либо подвижности этого сустава. Но это абсолютно не так. Кроссовки ощущаются как низкие, с отличной подвижностью голеностопа. По факту же все вот это высокое голенище и верхние три петли добавляют фиксации кроссовка к стопе. Как я уже говорил получится стопа очень плотно и зафиксировано стоит внутри кроссовка на стельке, но каких-либо других ограничений это голенище не создает. Знаете бывает такая ситуация, что не очень плотно затянул шнурки, вы бежите, кто-то наступает вам на пятку и вы вылетаете из кроссовка. В этих шузах такая ситуация исключена. То есть еще раз по факту из-за такого голенища у вас круто зафиксирована пятка внутри кроссовка, но при этом нет каких-либо ограничений в подвижности голеностопа. Вот такой вот обманчивый силуэт. На первый взгляд не знаешь чего ожидать от такого рисунка подметки. Он имитирует след голой стопы. Сама подметка выполнена из крайне мягкой резины и знаете эти кроссовки дарят лучшую тракцию с какой я когда-либо сталкивался. Не важно вообще где вы бегаете, паркет, крашеная доска, да что угодно, шузы вгрызаются в паркет и ни разу не было такого, чтобы я где-то проскользил. Довелось даже побегать в зале, который мало того, что сам по себе скользкий, так еще он был и жутко грязный. Я дотронулся до паркета рукой и ладонь была просто черная от пыли. Но кабяны не скользили и в таких условиях. Тракция шедевральная. Но минусом такой тракции естественно является очень мягкий материал подметки. Девятки исключительно зальная модель. Улица им противопоказана. Я думаю на грубых уличных покрытиях они не протянут и месяца. Инфа сотка. Посмотрите после пяти недель использования начался уже износ подметки и некоторые оборостки даже оказались вырваны. А вот безопасность на среднем уровне. Начнем с плюсов. Карбон по обывкам пятки и вот здесь вот дополнительный клык это хорошо. Хотя я считаю что в этих местах можно было обойтись и пластиком. Честно говоря использование карбона подобным образом это просто понты. Ладно пойдем дальше. Подобный нахлёст отлично сопротивляется сходу стопы с проекцией кроссовок. То есть на самом деле ваша стопа находится выше. Как вот в этом месте примерно на этом уровне. Так и в задней части нижняя часть стопы тоже где-то вот здесь находятся. Даже чуть ниже начала клыка. Короче при латеральных остановках и перемещениях схода стопы нет и в помине. Если сгибанию кроссовки еще более менее сопротивляются, хотя я в принципе могу их подсогнуть, то вот со скручиванием дела уже не так хорошо обстоят. Виной тому является их строение. У девяток нет мицоли в привычном нам понимании. Корпус сразу крепится к подметке. Роль мицоли выполняет вот эта вот стелька из лунарлона. И под ней в кроссовках находится лишь слой резины то есть самой подметки. И как вы видите в этой стельке нет каких-либо ригидных структур и с ней можно сделать все что угодно. Я читал что некоторые увесистые игроки жаловались на то что кроссовки крутят. Но сразу скажу что с такой проблемой я лично не сталкивался. Но проблема в том что я дрыщ с весом 84 килограмма. Но то что это может происходить тут у меня сомнений нет. Ну и заканчивая тема безопасности скажу что сильно выраженного аутриггера нет. Но благодаря плоской подошве и достаточной ширине ее в передней части кроссовки хорошо стоят на паркете и препятствуют заваливанию стопы. Как я уже сказал амортизация представлена лунарлоновой стелькой. Толщина у нее небольшая. Где-то сантиметр может чуть больше в пятке и миллиметров 5 в передней части. Да нет возврата и взрывного чувства зума. Но со своей функцией она в принципе справляется в моих условиях. Отбегав больше месяца ни разу не испытывал неприятных ощущений от приземлений. Но большим минусом лунарлона является его недолгий срок службы. Он достаточно быстро по сравнению с другими пенами сминается и теряет свои свойства. В моих девятках деградации я пока не ощутил за пять недель использования. Но по многочисленным отзывам она наступает достаточно рано. Но такая не толстая мицоль если можно назвать эту стильку мицолью дарит отличное чувство корта. Плюс у кроссовок крутая естественность. Шаг, бег, остановка, старт. Все дается очень легко и стопы не устают от бега в этих кроссовках. Хотя это немного странно. Потому что по своим ощущениям я помню что если в кроссовках недостаточная сопротивляемость скручивания, то к концу тренировок обычно ноги у меня забивались и стопы так немножко ныли. Но здесь подобного я не ощущал ни разу. Многие еще жалуются что стелька не покрыта верхней части текстилем. Но чтобы ноги точнее носки по ней не скользили, сверху нанесен такой вот пупырчатый узор. Честно говоря я думал что он будет немножечко так массировать стопы, но я играю в плотных толстых носках типа Nike Elite и прочие аналоги. И вот сквозь эти носки эти пупырки я особо и не чувствую. Как впрочем и не чувствую то что под ногами Lunar Long, а не какая-то матерчатая основа. Но опять же многие жалуются что нет специальной наклейки и ходишь как будто по какой-то резине. Типа подобные ощущения доставляют дискомфорт. Видимо благодаря плотным носкам я этого не ощутил. Износостойкость на среднем уровне. С корпусом абсолютно ничего не происходит. Тут нечему изнашиваться. Flyknit будучи синтетическим материалом достаточно стойкий. А вот подметка как я уже говорил стирается очень быстро. Но не прям быстро, но быстрее чем на большинстве других кроссовок. Вентиляция отличная. Плетенка хорошо пропускает воздух, а язычок испещрен вентиляционными отверстиями. Единственное где не очень с воздухообменом в голенище. Но и нога там меньше потеет нежели стопа. Вес тоже получился небольшой. Flyknit не тяжелый материал. Карбон тоже снимает лишние граммы. Lunarlon в принципе отличается от многих материалов меньшей плотностью и соответственно меньшим весом. Кроссовки true to size. Если решитесь на покупку девяток стоит брать свой стандартный размер. Давайте же подводить итоги. Сейчас конечно цены на эту модель просто космические. Но стоит сказать что и ритейл ценник этих кроссовок был не очень маленьким. Они выходили в сезоне 2013-2014. И официальный прайс от Nike составлял 225 долларов. Это на высокую версию Elite. Была также низкая версия Elite Low, которая стоила 200 долларов. Еще была обычная версия. Без всякого карбона. Flyknit'а. С обычным синтетическим корпусом. Которые стоили в зависимости от расцветки 160-180 долларов. И сначала я хотел сказать что в том сезоне Кобяны были самыми дорогими баскетбольными кроссовками на рынке. Но нет. Так как в 2013 году вышли 28 Джордан. Которые стоили баснословные 250 баксов. А в 14 году вышли 29. Ценник на которые составлял 225 долларов. То есть как на самую крутую высокую версию девяток Elite. Видимо это было время максимальной жадности тандема компании Nike и Jordan Brand. Даже по нынешним временам это очень большой ценник за баскетбольные кроссовки. Даже их учитывая мировую инфляцию с тех лет. Если 28 Джордана были явным прорывом в свое время. То девятки мне кажется обделили технологиями. Да у них есть плетеный корпус Flyknit. Динамические плети Flywear. Carbon. Опустим что его роль тут минимальна. Тем не менее он есть. Но вот Lunarlon не лучшее решение. Хотя я помню что в те годы Nike хайповал на этом материале. И называл его чуть ли не будущим баскетбольной кубуркой. Хотя в принципе он не плох. Но тем не менее хуже зума. А еще забыл добавить что Lunarlon особо не требуется время на разбивки. Девятки мне показались комфортными сразу из коробки. Но вот добавь они хотя бы маленький баллончик зума вперед. Было бы намного круче и лучше. Давайте так. Тестирую я их в 2014 году. То наверное вряд ли порекомендовал бы их покупки. Как минимум из-за баснословного ценника. Я про высокую элитную версию. Я бы рекомендовал обратить внимание на низкую элитную версию. Или же вообще на обычные девятки. Которые можно было найти за 160 долларов. Так как по некоторым комментариям в сети люди говорят что особой разницы в игре между стандартными девятками, низкими элитками и высокими элитками они не ощутили. И получается что я накидал какашек на вентилятор Nike Elite 9. Но вот если честно положа руку на сердце. Я кайфую играя в этих кроссовках. Я отыграл у них больше месяца и специально не спешил переходить к тесту других моделей. Так они мне понравились. Вот прям зашли. Знаете как бывает кроссовки да и вообще какие-либо другие вещи могут быть не идеальны по ряду своих характеристик. Но в совокупности они вам дарят те ощущения и эмоции от которых вы кайфуете. От которых вы влюбляетесь в эти не идеальные вещи. И вот с девятками у меня так произошло. И на этой неоднозначной ноте я с вами прощаюсь. С ночи-бучи!